здравствуйте друзья вы смотрите испытатели природы это выпуск про исследования буквально у нас под ногами первый снег вот такой не очень еще глубокий зимний это хороший помощник следопытом в поисках следов потому что многие живые существа еще не совсем глубоко спрятались и оставляют здесь свои следы это называется ощути себя в джунглях наткнулся здесь еще нахожусь на поверхности льда и наткнулся на заросли вот таких замечательных растений похожих одновременно на елки и на бамбук это древнее очень растение называется она хвощ вот я его очень уважаю за его красоту какую-то и стойкость в принципе вот такие стебли хвоща можно собирать и сделать настоящий бамбуковые заросли здесь неподалеку от хвоща меня поджидает замечательная ловушка в которую я однако попадать не буду похоже вот здесь у берега есть выход родника здесь и мне кажется вот здесь до сих пор открытая вода и насколько помню даже в самые лютые морозы здесь эта открытая вода будет оставаться вот она ну вот помните что я говорил про лед кажется что он супер крепкий и вот на тебе я хотел забраться на берег и раньше здесь было чуть ли не такой лыжная трасса лыжный спуск но сейчас я смотрю прошедшим летом все заросло рогозом все заросло хвощом и лед здесь очень оказался хитрым и некрепким посмотрите и вода черная и листая в общем лед подо мной подломился еле успел выпрыгнуть но чуть-чуть промок но сейчас тепло ну вот я думаю так что немножечко еще что-нибудь поищем посмотрим в общем друзья остерегайте сейчас этих и всегда остерегайтесь ледяных ловушек всякое может случиться вода жуткой а здесь друзья то чего можно сказать ожидал выбравшись только выбравшись на берег озера сразу находим следы мелких грызунов посмотрите из снега из-под снега вот здесь немножко виден вход в нору и от этой норы ведет цепочка следов куда-то вот 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 сюда сейчас я к этим следам приближусь дело в том что вообще камера не очень хорошо все снимает на снегу все так засвечивается не резко получается ну вот мне кажется следовая дорожка видно то же самое здесь норка . вот она и от нее крохотные следы кто это может быть маленький такой честно норку под наведемся вот она и сразу хорошо видны норки сразу все отлично отпечатывается я хочу и вот и здесь тоже вот он вход в жилище маленького лесного обитателя даже не или снова такого прибрежного да мы сейчас на озере очень многие находки в лесу случайные незапланированные вот хотела подойти просто так к кусту этого замечательного орешника потому что люблю это растение и тут раз вижу на снегу нечто чего быть на чистом белом снегу не должно раз и немножко стране 2 видите что-то разбросано снегу давайте аккуратно подойдем аккуратно и медленно чтобы не затоптать чтобы не затоптать этот след и что мы здесь увидим ох ну во первых мы видим что здесь и рылись я вижу ямку ямку из этой ямки выброшены остатки листьев разнообразных листьев уже таких пожухлых и потерявших свой цвет осенью сейчас продеремся сквозь ветки вот вторая норка такая но хотя трудно сказать что это норка все очень аккуратно да похоже что здесь просто что-то искали и похоже что это делала довольно большая птица которая спрыгнул отсюда с дерева или слетела вот она раскидала здесь вот не березовые листочки дубовые орешниковые все раскидано не знаю что она искала на скорее все какие-то питательные запасы до покушать ей захотелось очень похоже все это на сойку и следы крупные смотрите вот они пошли треугольные такие слегка 1 1 1 дальше еще дальше а после этого последовал прыжок на ветку смотрите вот он вот и на ветке это все тоже отпечаталась и дальше вторая часть следов уже за веткой ведет нас к 2 раскопанной ямки сойки на зиму делают запасы прячут всяческие орехи и желуди очень не любят когда их за этим занятием застают а потом собственно пытается эти запасы разыскать и покушать судя по всему мы на такой запас с вами и наткнулись уйдя с поляны покрыты птичьими мышиными следами натыкаемся на такое замечательное место где из-под снега очень странно все это выглядит да из-под снега торчат крошечные кустики растений покрыты листьями вот здесь очень много друзья мои мы попали в брусничник я думаю каждый хоть раз жизни пробовал эту кислую терпкую но какую-то одновременно и вкусную ягоду и брусника она на зиму свои листья не сбрасывает вот так и остается сейчас дожидается когда зима я совсем укроет в этом брусничники тоже происходили какие-то такие поисковые вещи на снегу здесь потоптались вот они треугольные вытянутые следы но конечно это следы сойки сойка это врановая птица ее родич это ворона всем известная ну и сойка в общем-то известная птица что же она тут делала вот это любопытно застать бы ее за этим занятием правда вытянутые следы и вот здесь еще подкопы мое предположение что она искала какие-то запасы которые спрятала здесь по осени запасы чтобы подкрепиться снова друзья напоминаю что на чеку нужно быть всегда и вот разглядывал я стоял ствол этой прекрасный покрытый огненным камнем смолы елки и и чуть было не посмотрел а что же здесь под этой елкой здесь замечательный след хорошего очень такого существа по имени белка белка по сне по снегу передвигается прыжками вы могли это увидеть не раз и вот раз лет хлоп прыжок еще один след дальше похоже что я эти следы затоптал эти прошелся здесь не глядя ничего не видел мы посмотрим 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 да вот он еще один смотрите свет белки он по форме напоминает фигуру трапецию отсюда она припрыгала по к подножью дерево потопталась тут и стала на это дерево карабкаться забираться смотрите здесь какие четкие следы от беличек задних лап о все видно пальчики коготки и дальше это замечательная белка судя по всему забралась 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 туда наверх вот это интересно что она делала дальше посмотрим вокруг дерева если тут какие-то следы продолжение сказать ее пути но нет 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 никаких следов нет то есть дальше эта белка пошла по все попрыгала по древесным мостиком вполне возможно что где-нибудь здесь неподалеку у нее есть гнездо найти его было бы крайне любопытно наконец снова вернувшись к этому следу хочу показать еще раз нечто про его форму смотрите если окружить беличи след палочками так так даже на так так вот так то у нас получится фигура под названием трапеция почему след именно такой да потому что у белки задние лапы во время прыжка вот следы от них они как будто бы залетают вперед больше вперед летают чем собственно передние а вот это следы от маленьких передних лап в этом плане белка похоже на зайца чем-то немного поборотив по округе удается обнаружить путь этой белки по склону ручья вот она выпрыгивала сюда 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 снова эти трапециевидные такие следы очень характерные и наконец припрыгала она замечательному месту под маленькой елочка где как и сойка что-то раскапывала а дальше от этого места следы уже ведут в сторону так где следующий след а вот 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 то есть белки тоже делают друзья мои запасы зимние в разнообразных местах даже иногда грибы сушат и потом эти запасы в течение на протяжении зимы разыскивают вот собственно такое место мы натолкнули здесь этих беличьих следов очень много то есть она топталась похоже как-то была в нерешительности какие-то размышления здесь были ну друзья неожиданная находка на белом чистом снегу недавно выпавшим ничего не должно быть а здесь кое-что есть во первых хвоя отдельные иголочки а во вторых давайте посмотрим здесь лежат короткие размером наверное с мой мизинец веточки кусочки веток елки вот они лежат они упали сверху и оставили снегу вмятину и упали они вот-вот только что мне кажется совсем недавно что-то такое если что-то падает само там под действием ветра то обычно это ветки большие как например ветер и ледяной дождь сбил когда-то с этих елок вот эту ветку на здесь стояла как шалаш здесь же все очень здесь же все очень ровненькая правиль правиль такое правильное и аккуратное вот посмотрите сейчас вытащу на снег несколько этих веточек вот 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 они все примерно одного размера это значит что поработал живое существо что она могла на этих ветках искать сейчас постараюсь вам показать вот отличное место приблизимся вот сейчас прямо по центру кадра я пальцем покажу вот здесь есть такое зеленоватое местечко дело в том что на каждой ветке положу я теперь на штанин немножко очищу от снега на каждой ветке есть почки из которых могут вырасти новые побеги и вот здесь например эта почка есть такой треугольничка видите а я немножко поверну а здесь на месте этой почки зеленый след так делает друзья моя белка в ситуации серьезного голода она отрывает отрывает лапами небольшие вот такие срезает держит в лапах небольшие кусочки веток и начинает выедать из них почки если мы посмотрим еще одну ветку какой-нибудь то там тоже обнаружим след от исчезнувшей почки а вот здесь почка еще целая вот она вот посмотрим в качестве заключительной проверки третьего ветку чтобы вы мне уж всем доверяли то же самое вполне возможно что прямо сейчас там наверху где-то сидит белка которая поедает вот там наверху срывает веточки их поедает в книге находил данные что таких веточек могут быть тысячи по деревьям я в феврале обычно это видел что же это такое неужели белкам сейчас уже не хватает еды что они переключаются на столь непривлекательный для них корм даже не знаю будем наблюдать дальше